Люк, да, он собрал твои волосы и откинул на другую сторону, обнажив шею, затем поцеловал ее, поглаживая твои плечи и щекоча своим дыханием. Его руки медленно опустились. Люк, продолжай. Ты уверена? Да. Вы жадно поцеловались, дыхание сперло. Люк начал изучать твое тело, на этот раз увереннее. Одежда теперь казалась лишней. Ты сводишь меня с ума. Не прерывая поцелуевы, встали из-за стола и двинулись к кровати, попутно снимая одежду. Люк, он начал целовать твои плечи, ключицы, грудь. Неожиданно для себя ты застонала. Ты обвила его шею руками, прижалась к нему крепче. Готова? Готова? Вы снова пыльнули друг к другу страстным поцелуем. Резкая боль на секунду заставила тебя замереть, но она быстро затихла. Расслабься. Люк. Ты впилась ногтями его в спину, чувствуя его дыхание на своей шее. С каждым толчком боли было все меньше, а наслаждения все больше. Стоны уже перешли в нечто бесконтрольное. Его поцелуи, каждое движение Люка говорит о его чувствах ко мне. Люк. Да. Наконец, твое тело задрожало и обмякло. Голова стала тяжелой, на лице застыла глупая улыбка. Я не сделала тебе больную? Нет, наоборот. Люк обнял меня.